Мы прошли ваши курсы, мы изучили 20 типов дыхания, но я боюсь забыть, что мне делать. Это одна из причин, которые делают ваши роды больнее, поэтому очень важно найти свой тип дыхания. Поверьте, то, чему вы научитесь, поможет вам не только расслабляться, обезболиваться в родах, но уже сейчас сделает вашу жизнь более спокойной. Соответственно, ваше материнство будет счастливым. Всем привет, с вами Ольга Суворова и вы на канале онлайн-школы «Мами на счастье». Сегодня мы с вами поговорим на тему, как нельзя дышать во время родов. Обычно все рассказывают, как правильно, как нужно, что нужно запомнить, но сегодня мы поговорим об ошибках, которые точно делать нельзя. Первое, запомните, если вы сделали вдох, то обязательно нужно сделать выдох. Ни в коем случае нельзя затаивать дыхание, ни в коем случае нельзя замирать. То есть, если вы сделали так, нужно обязательно сделать... Как только вы замерли, вы сразу зажали голосовую щель, вы сразу зажали все, что у вас есть, соответственно, заживалась шейка и, соответственно, ваши роды будут более долгими и более болезненными. Следующий момент, что еще нельзя делать? Это нельзя кричать. Звучать и кричать – это абсолютно разные вещи. Когда мы с вами звучим, мы издаем более низкие звуки, которые помогают нам расслабиться. Иногда, даже когда мы произносим такие звуки, мы чувствуем вибрацию внутри себя, и эта вибрация тоже помогает нам расслабиться. Когда мы с вами кричим, то мы издаем звук вверх, и этот звук заставляет нас зажаться. Смотрите. Эти звуки заставляют нас расслабиться, а такой звук как... Он заставляет нас сжаться, спрятать и сказать ребенку «Нет, я тебя не выпущу!» Еще одну ошибку, которую совершают многие девочки. У меня иногда спрашивают, «Ольга Юрьевна, скажите, пожалуйста, а могу ли я взять с собой тетрадку на роды? Мы прошли ваши курсы, мы изучили 20 типов дыхания, мы попробовали с вами продышать и так, и так, и так. Но я боюсь забыть, что мне делать, можно ли я возьму тетрадку?» Нет, нет, нет и нет. Нет, ни в коем случае. Помните, о чем я всегда говорю? О том, что мы не должны будить наш неокортекс, мы не должны логически муслить, мы не должны вспоминать, как нужно делать. Очень важно довериться своему внутреннему «я», довериться себе, довериться своим инстинктам, довериться своему внутреннему звериному чутью. И поэтому в родах вместо того, чтобы вспоминать, нужно просто услышать себя и спросить, а как ты хочешь, а как тебе проще, и сделать то, что вам хочется. Это одна из причин, которые делают ваши роды больнее. И об этом мы уже говорили в предыдущих выпусках. «А если я мужа возьму на роды, и он мне напомнит, как дышать, это лучше?» Это будет очень классно. В родах очень важно найти свой тип дыхания. Поэтому, когда вы начинаете дышать, когда вы ищете свой тип дыхания, очень важно не сразу активно начинать дышать, допустим, одним из типов дыхания, которые мы даем у нас на курсе. А важно плавно выйти в этот тип дыхания. Важно найти этот тип дыхания. Поэтому вместо того, чтобы сразу активно начинать дышать, вы сначала делаете глубокий вдох, длинный выдох, и вот с такого длинного выдоха вы плавно переходите в то дыхание, которое будет вам помогать расслабляться, то дыхание, которое будет позволять вам обезболить ваши роды и, конечно же, более комфортно привыкнуть к тому, что вы будете чувствовать. Обычно всегда все учат, как найти свое дыхание, как дышать в момент схватки, но есть еще очень один важный момент – это выйти плавно из схватки, то есть выйти из активного дыхания в более плавное дыхание и дальше на расслабленном дыхании уйти в сон, в то нормальное спокойное дыхание, в котором мы с вами обычно спим. Спать во время схваток у вас, конечно же, не получится, но тем не менее схватки будут для вас наиболее комфортными, и вы, когда будете уходить внутрь себя, то вы будете просто дышать, вы будете ощущать схватку, но будете ощущать ее не настолько сильно, не настолько мощно. А вот между схватками нужно спать, между схватками нужно позволять своему телу отдыхать максимально, потому что, когда мы с вами отдыхаем, мы с вами как бы заряжаемся, как телефон, когда мы подключаем к нему зарядное устройство, он заряжается. Вот точно так же мы с вами отдыхаем и набираемся новых сил для того, чтобы прожить и принять следующую схватку. А 20 типов дыхания нужно именно для того, чтобы найти свой? На самом деле, когда девочки проходят у нас курсы по подготовке к родам, они порой, каждая из них, находит свой тип дыхания. Это может быть 21 тип дыхания, 25 тип дыхания. Неважно, каждая из вас будет дышать по-своему. Допустим, один и тот же звук Ом будет женщина, каждая звучать по-своему. Ту же самую колыбельную, когда мы учим женщин дышать и одновременно петь колыбельную для своего ребенка, каждая женщина будет петь по-своему это колыбельную, потому что вот так она будет чувствовать это дыхание. Кто-то, может быть, просто будет петь «А-а-а», а кто-то споет целую колыбельную, и это тоже обезболит роды. Дыхание – это один из самых главных, самых мощных инструментов, которому вы можете обучиться и взять с собой на роды. Поверьте, то, чему вы научитесь, поможет вам не только расслабляться, обезболиваться в родах, но уже сейчас сделает вашу жизнь более спокойной. И, конечно же, после родов вы будете тоже более спокойно проживать послеродовый период и уход за ребенком, потому что вы будете спокойнее воспринимать те проблемы, которые возникают с ребенком, и ребенок будет копировать вас. Соответственно, ваше материнство будет счастливым. Этому мы и учим на нашем курсе. Подробности по ссылке в описании. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете их написать в комментариях, я обязательно на них отвечу. Не забывайте подписаться на наш канал. А с вами была Ольга Суворова. До новых встреч. Пока!